Он всю жизнь мечтал оказаться в Бурятии. У известного телеведущего Дмитрия Деброва сбылась еще одна мечта. Мусор прямо около дома. Горожане вынуждены жаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Более ста компаний и десяти тысяч посетителей в Бурятии открылась международная выставка ярмарка «Туризм и отдых в Бурятии-2014». Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ в студии Анастасия Лисова. И в начале выпуска коротко о картине дня сегодняшнего в нашем информационном дайджесте. В Улан-Удэ волонтеры начали посадку аллеи известной общественницы Ржены Будаевой. Акция проходит у дома колясочников на улице Жердева, 44. В ней принимают участие инвалиды-колясочники, студенты, школьники, родные и близкие Ржены. Аллею будут сажать в течение недели ежедневно с 14 до 19.00. Организаторы призывают присоединиться к ним всех горожан. Телефон для справок 8-914-980-63-31. В Улан-Удэ скончалась школьница жертвы воскресного ДТП в Сотниково с пятью пострадавшими, сообщает Байкал-Дели. ДТП с пятью пострадавшими произошло вечером 13 апреля. Четыре студента и девятиклассница возвращались в Улан-Удэ с отдыха на Байкале. В поселке Сотниково водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Состояние четырех молодых людей сейчас опасения у врачей не вызывают. 29 апреля в родительский день работа общественного транспорта в Улан-Удэ будет усилена. В столице Бурятии запустят несколько дополнительных автобусных маршрутов. Все автобусы по ним будут оснащены информационными табличками кладбища, сообщает Улан-Медиа со ссылкой на управление транспорта и связи Улан-Удэ. Делегация Республики Крым приехала сегодня в Улан-Удэ. Глава Бурятии Вячеслав Наговицын встретился с министром экономики нового субъекта Российской Федерации Светланы Верба. Между регионами уже достигнуты некоторые договоренности. В частности, крымчане будут поставлять в Бурятию вино, овощи, шерсть. Обратно же вагоны пойдут с гофротарой и текстилем. Возможные появления в Крыму центра восточной медицины, сообщает Байкал-Дели. А сейчас о других событиях пятницы более подробно. Кто хочет стать миллионером? Ведущий популярной программы на Первом канале, известный журналист, музыкант, а также член Академии российского телевидения прибыл сегодня в Улан-Удэ. Дмитрия Деброва пригласили в столицу в качестве председателя жюри инновационного арт-проекта под названием «Один день из жизни». В Бурятском деловом центре прошла пресс-конференция, на которой журналисты могли лично побеседовать с идейными вдохновителями проекта и задать вопрос гуру российского телевидения. Тему продолжит Наталья Домбаева. «Я всю жизнь мечтал оказаться в Бурятии», – сходу заявил Дмитрий Дебров. И сегодня его мечта сбылась. Известный телеведущий провел пресс-конференцию, на которой назвал себя Рерихнутым, рассказал о своем отношении к культуре и честно ответил, почему принял приглашение поучаствовать в таком необычном арт-проекте. Я все-таки подумал, это высокая честь, второй раз не позовут. Потому что в Бурятии оказаться, ну это мечта, и, знаете, она может и так и не осуществиться. Крайне важно, чтобы человек, живущий в Бурятии, не чувствовал бы себя, как бы сказать, в культурной провинции. Провинция – понятие не географическое, целиком и полностью, оно ментальное. И благодаря вот таким подвижникам бурятский интеллектуал получает сферу обитания. Можно ли говорить о современном молодом искусстве в Бурятии? На этот вопрос попытались ответить организаторы эпатажной неординарной выставки «Один день из жизни». Это первый арт-проект такого рода в нашей республике. Главная его цель – привлечь талантливую молодежь. Если этого не сделаем мы сейчас, то этого никто не сделает. И ситуация складывается катастрофически, можно сказать, с каждым годом. Мы пользуемся всеми благами современной культуры, но мы не умеем ее сами создавать. Потому что, чтобы создавать что-то, относящееся к современной культуре, нужно владеть языком этой культуры. А никто этот язык не изучает. В арт-проекте принимает участие 15 конкурсантов. Не только из Бурятии, но и из Забайкальского края. Сегодня в одном из торговых центров Улан-Удэ состоялось официальное открытие выставки, на которой молодые таланты представили на суд жюри свои работы. Среди них фотографии, живопись, архитектурные экспонаты и дизайн проекта. Моя работа представляет собой сборную конструкции из петерсырья. Она принадлежит тематике в связи с экологической ситуацией. В нашем мире, получается. Я решила сделать оленя. Особенно, считая то, что у нас в Бурятии очень много выбрасывают отходов в Байкал. И в связи с этим я сделала такую скульптуру. Организаторы арт-проекта планируют сделать его аналогом венецианского биеннале и создать в республике площадку для самовыражения молодых и неординарных талантов. Что касается Дмитрия Диброва, он приехал в Бурятию на три дня. По словам телеведущего, в первую очередь он посетит Датсан, прогуляется по центру города и обязательно поклонится Байкалу. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, первая альтернативная. Место под мусор. Конфликт между жителями одного из домов по улице Ключевская и управляющей компанией разгорелся после того, как представители последней поменяли площадку для мусорных контейнеров. Теперь она расположена близко к домам. И, понятное дело, это не устраивает жильцов. Наталья Окладникова услышала мнение сторон. Сегодня здесь убрано, посыпано песком и с виду кажется, что все благополучно. Однако возмущению жильцов нет предела. Место для мусора совсем не здесь, говорят они. Площадка находилась в другом месте, но из-за строительства нового дома ее временно перенесли. И, похоже, теперь убирать обратно мусорные баки никто не торопится. Куда ставят именно ваше предложение? Ну вот я и говорю, там же место вот есть маленько. Вот для вас сегодня неудобно, да? А вы, пожалуйста, скажите Ключевская 84, для них это удобно или нет именно? Им тоже неудобно. А почему им удобно именно? Им 30 метров от них. По санитарным нормам между домом и мусорными баками должно быть расстояние не менее 20 метров. Здесь нарушения налицо. До ближайшего дома от помойки всего около 10 метров. Конечно, это не устраивает жителей, тем более создает реальные проблемы. Вот всего было два дня по 20 градусов, и нас уже заела мухота. Срочно пришлось ставить сетки. Обычно мы сетки ставим в мае на окна, вот на эти вот, на евроокна. Но пришлось ставить сетки, потому что мухота сразу полетела. Ну это естественно. Куда денешься? Мухи есть мухи. В осень у меня было предписание убрать контейнерную площадку на 84-м доме. Ну в принципе мы ходили, определялись, и другого места мы пока не нашли. Директор говорит, что вернуть контейнеры на старое место не получится. Это будет портить дворовый пейзаж. К тому же у жителей других домов появятся в свою очередь претензии. А теперь у нас претензии к вам. Вы нам говорили, что мы ставим временно только до тепла, только до весны, только до марта. Вот, пожалуйста, результат. Я понимаю, есть общественное мнение, вот пускай они определятся, куда что можно именно. Нет, вы помогите нам, как собственники, понимаете, помогите именно. Почему собственники квартир должны помогать искать место под мусорные баки, непонятно. Однако, так или иначе, этот разговор не последний. Давайте мы после этого репортажа вместе сходим, посмотрим. Да, и ваши предложения будут именно. Я скажу, какие бывают плюсы, какие минусы будут. Жильцы не намерены пускать все на самотек. Они уже написали жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. И понятно, что конфликт будет исчерпан только тогда, когда возмущенных людей услышат и вернут контейнеры на старое место. Наталья Окладникова, Аркадий Амбуев, Первая Альтернативная. Ненужные подарки от мэрии Улан-Удэ за счет горожан. Время нашей постоянной рубрики Официоз. Здравствуйте. Подарки любят все. Правда, бывают они разные. Первый тип подарка – приятный и нужный. Второй тип подарка – нужный, но не очень приятный. Бывают подарки ненужные и совсем неприятные. А вот в мэрии Улан-Удэ изобрели четвертый вид подарка – неприятный, ненужный, да еще и за счет того, кому дарят. Речь, конечно, идет о пресловутых мусорных баках. Недавно антимонопольная служба признала сделку по их покупке, нарушающий закон, на что зам сити-менеджера Алексей Хандархаев отреагировал буквально так. Как оказалось, нарушения действительно были. Мы решили провести покупку баков через автономные учреждения похоронной спецслужбы, которая имела право закупать подобную технику. Спешка была вызвана желанием сделать подарок для улан-дэнсов ко дню города. Все это напоминает классическую историю о том, как жена посылает мужа в магазин за солью, а тот возвращается через пару дней пьяный, дарит ей замороженный минтай и говорит, что был с ребятами на рыбалке. Что бывает за такой подарок? Ну, как минимум, сковородкой по голове, как максимум развод. На месте чиновников мэрии я бы задумался. Такие дела. Недавно мы рассказывали о недовольстве жителей дома 11 по улице Герцена. Они жалуются на управляющую компанию МКС. В поселке Загорск это не единственный дом со множеством коммунальных проблем. По адресу Комарова, 8, ситуация похожая. Те же недовольные жители, тот же шквал возмущений. К нам забыли дорогу все начальства. И Гергенов здесь был, когда выбирался, ходил здесь, собирал нас, обещал нам заасфальтировать и сделать площадку. И за своим, как говорится, моя семья, это якобы его детище, он сказал, что вокруг магазина будет все убрано, все будет чисто. Оказывается, за углом грязь, за самим зданием магазина, там коробки валяются. Здесь ни одной ни скамеечки, ничего, это все песок сыпется. Детская площадка, вот здесь вот был грибочек. Его увезли куда-то, сломали. На одну сторону, вот детскую площадку сделали только. И все, и то там все поломали, и никто не ходит. А обещанного ограду он всю сломали, потому что постоянно здесь пьяные. В магазине водку берут, распивают. Здесь лавочка была, они распивали это все дело. Но лавочку, в общем, сломали. И у нас нету здесь света. Вот эти все дома, которые стоят, вот 11-й, 12-й, 13-й, с остановки люди заходят в нашу ограду. И у нас здесь стемень такая, что вообще нельзя пройти. Просто вот, ну, темно. По весне снег убирали. И сломали все заборчики, вон, в самый садочке, где детская площадочка была одна, и то переломали все. А кто делать будет, никому ничего не надо. Мы обязательно отправим этот сюжет ответственным лицам и проследим за их реакцией. Если у вас есть проблемы, которые вы хотели бы озвучить, звоните по телефону 45 4309. Мы расскажем о вашей ситуации и постараемся проконтролировать ее. Быстрее, выше, сильнее. В Бурятии подвели итоги спортивных достижений за первый квартал текущего года. В копилку республики оказалась серебряная медаль в составе сборной России Кубка мира по борьбе Александра Богомоева. Также серебряными призерами на мировом первенстве уже в женском командном зачете стали наши борицы. Ирина Алагонова и Жаргалма Циренова. Кроме того, Ирина Алагонова стала третьей на Кубке мира в личном первенстве. Паралимпийцы, сурдолимпийцы все здесь сегодня присутствуют. И вот это самый такой результат тоже по первенству России. Среди кадетов у нас вот Пасильская заняла первое место. Она уже отобралась с чемпионата Европы и в дальнейшем, ну, и мир там будет принимать участие. Как отметил директор школы высшего спортивного мастерства Гуру Базар, Цедашиев, таких успехов в Бурятии не было давно. Отмечу, в пресс-конференции не смогли принять участие наши лучники. Они сейчас находятся на соревнованиях. В это воскресенье православные верующие отмечают главный христианский праздник – Пасху. В этот день церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью. Пасха, что значит «переход», символизирует надежду на спасение. Сейчас идет последняя страстная неделя Великого Поста. В это время православные готовятся к встрече светлого праздника. Убираются дома, пекут куличи и красят яйца. В Великую Субботу после утреннего богослужения главное пасхальное блюдо можно осветить в церкви. А в ночь с 19 на 20 апреля во всех православных храмах состоится всеночное богослужение. Отмечу, что Пасха – единственный из праздников, который все православные церкви мира отмечают в один день. Ошеломляющий инновационный синтез культур и музыкальных идиом. Удивительный унисон, который поднимает глубинные, виртуозные и великолепные мелодии на новый уровень. Такую оценку дал российскому дуэту «Белый острог» Билл Милковский, музыкальный критик из журнала Rolling Stones. Накануне два сибиряка – Артем Якушенко и Юрий Матвеев – выступили перед нашим зрителем. Впечатления от концерта в следующем репортаже. Сочетание игры на гитаре и скрипке – вот секрет удивительной музыки, признаются Артем и Юрий. Конечно, виртуозы лукавят, не желая рисоваться. За потрясающим исполнением скрывается непрерывный труд, да и вся жизнь с ее радостями и горестями. Мы сейчас работаем над новой программой, и чтобы интереснее, мы решили вернуться к истокам. Вспомнить корням свои истоки, как раз байкальские. Мы черпаем наше вдохновение от встреч, переживаний, разочарования, радости – все вместе. И поэтому наша музыка передает все, что мы видим и слышим. Инструментальный дуэт «Ту Сайберианс» – явление беспрецедентное. В новейшей истории музыки нет ни одного российского коллектива, которому удалось достичь столь серьезных высот, не идя на компромиссы и оставаясь верным своим идеям. Так говорят о музыкантах критики. И действительно, достаточно один раз побывать на концерте «Белого острога» после забыть их просто невозможно. Я слушаю «Белого острога» уже около года, когда они в прошлом году приезжали. Мне очень понравилось, и я очень люблю эту группу. Как музыка – это феномен, прекрасно. Я желаю, чтобы почаще приезжали подобные команды, тем более наши близкие соседи, которые прорвались там, в Америке. То, что сейчас я увидела, я, конечно, не ожидала, что произойдет. Просто какое-то очищение, наверное, что ли. Ну, пока не могу сказать точно, что это, но что-то очень хорошее со мной произошло сегодня. Это удивительная музыка. Она отражает то, что происходит сейчас в моей душе. Это как саундтрек к моим переживаниям. Я впервые переживаю такое на концерте. Признание зрителей – главная награда, говорят артисты. А их немало по всему миру, как и заслуженных наград. Таких, как номинация на премию «Золотая маска», полученная два раза за музыку к балету и спектаклю. Приз «Любимцы публики» Ротчестерского международного джазового фестиваля. Звание «Музыканты года» в 2012 году. После Улан-Удэ музыканты отправятся в родной Ангарск и Иркутск. Потом их ждет тур по Америке. Анастасия Лисова, Алексей Ионов, первая альтернативная. Далее смотрите еженедельный обзор культурных спортивных мероприятий в нашей рубрике «Афиша». В Улан-Удэ приехал вокально-инструментальный коллектив из Красноярска «Гуляй, Вася». 18 и 19 апреля ребята выступят на сцене мюзик-хола «Лондон». Организаторы обещают зажигательные танцевальные вечера и добрую атмосферу. Заказ столиков по телефонам 355 644 и 433 644. На этой неделе в прокат вышел новый бурятский фильм «Аноним-03» от студии «Гринбокс». Картина, основанная на реальной истории, взятой из популярного паблика в социальных сетях, на предпремьерном показе собрала бурные аплодисменты зрителей и положительные отзывы представителей ведущих СМИ. Сегодня в Улан-Удэ в третий раз пройдет масштабная акция «Библия-ночь» по-английски. Посетители «Библия-ночь» смогут принять участие в традиционной церемонии английского чаепития в компании с безумным шляпником, познакомиться с двумя гамлетами и даже принять участие в литературно-музыкальной композиции «155 сонетов». Кроме того, в программе «Библия-ночь» различные мастер-классы, портреты в стиле поп-арт, аква-грим, интеллектуальная викторина кино-секрет, захватывающие квесты, фотосессии в стиле Гарри Поттера, интересные выставки, кинопросмотры и розыгрыш полета на воздушном шаре. Начало в 19.00 в Национальной библиотеке. 19 апреля в КСК за ММК «Дружба» пройдет международный турнир по национальной борьбе «Бухэ-Барилдан» в честь возрождения традиции почитания белой тары «Саган-дара-эхэ». Особенностью турнира 2014 года является то, что он проводится в год особого большого юбилея для Санхи России и всех буддистов – 250-летия Института Пандито Хамбалам России. В турнире примут участие более 700 борцов. Соревнование начнется в 10.00, торжественное открытие – в 12.00. В субботу в 11.00 в ФСК в кабинете 11.34 пройдет мастер-класс по Мехенди – искусство росписи хной по телу от одного из лучших мастеров нашего города. Принять участие могут все желающие. Вход на мастер-класс бесплатный. Республиканская выставка и ярмарка туризм и отдых в Бурятии 2014 открылась сегодня в Улан-Удэ. Представители Японии, Польши, Монголии, а также Республики Крым приехали в столицу Бурятии, чтобы презентовать жителям нашего города свои турпродукты. На выставки побывала и наша съемочная группа. Туризм в Республике развивается быстрыми темпами. Ежегодная выставка-ярмарка туризм и отдых в Бурятии – лучшее тому подтверждение. Сегодня она проводится уже в 11-й раз и с каждым годом приобретает все больший размах. Впервые в этом году к нам приехали участники стран Кореи, Японии, Польши. Ну и тоже очень рады, что участниками является Республика Крым. Впервые приехали. В нашей выставке принимает участие более ста компаний. Это крупнейшие регионы Иркутской области, Забайкальского края, Красноярск и, конечно, нашей Республики Бурятия. Концертные программы, отражающие особенности национальной культуры народов нашей Республики, стали изящным дополнением к презентациям турпродуктов и услуг. Санитарно-курортные учреждения, турбазы и гостиницы. Отрадно то, что наряду с зарубежными компаниями наши туроператоры и ательеры не ударили в грязь лицом. Так, на рынке туруслуг Бурятии стремительными темпами набирает обороты гостиница «Адон». После реконструкции номера гостиницы соответствуют всем европейским стандартам. Гостиничный комплекс «Адон» является одной из крупнейших гостиниц города. Сегодня это современный, динамично развивающийся отель. За последние пять лет нами проведена большая работа по модернизации гостиницы. Полностью обновлен номерной фонд, введены новые стандарты сервиса, расширен спектр предоставляемых услуг. Шведский стол, трансферный аэропорт, уютные номера, Wi-Fi и, конечно же, система бронирования онлайн. Участники выставки уверены, чтобы развивать туризм Бурятии, необходимо уделять особое внимание сервису. География наших гостей очень обширна. Это гости со всей России, которые приезжают в наш город с деловыми целями, спортсмены, паломники и туристы. За прошедший туристический сезон мы приняли более двух тысяч иностранных граждан из Европы, США. Общее число посетителей выставки в этом году, по оценкам организаторов, достигнет 10 тысяч человек. Напомню, выставка «Туризм и отдых в Бурятии» будет проходить и завтра, 19 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе. Марина Непомнящих, Вячеслав Батоев, Первая Альтернативная. У меня все к этому часу. Сразу после новостей смотрите рубрику «Улан-Удэ-Лайф». О новости можно узнать и на нашем сайте. Заходите, задавайте вопросы, комментируйте. Поделиться событиями или пожаловаться можно по телефону 45-43-09. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова